Глубоко уважаемые коллеги, тема моего доклада – клиническая диагностика и симптоматика опухоли ВИМСа. На сегодняшний день появились некоторые споры в том вопросе, кто же открыл опухоль ВИМСа. Это был Рейнс или это был Макс ВИМС. Но приоритетное авторское право всё-таки принадлежит Максу ВИМСу, так как в 1899 году была создана монография смешанной опухоли почек. Стабильной остаётся клиническая симптоматика при опухоли ВИМСа. И при физикальном осмотре, при сборе анамнеза обязательно необходимо выявлять ведущие симптомы и синдромы, которые позволили поставить почечную патологию. Нередко опухоль ВИМСа не проявляет себя никак. Это может быть бессимптомное течение. Дети развиваются нормально, соответственно, возрасту. И в литературе даже нередко выявляется такой термин, как синдром Ванны. То есть родители нередко обнаруживают опухоль в животе у ребёнка при купании. Либо опухоль в животе может быть обнаружена при пальпации педиатрам при профилактических и плановых осмотрах. Опухоль при быстром росте может достигать достаточно больших размеров. Нижним полюсом она достигает малого таза. Верхним полюсом она может подавливать диафрагму, печень. При правосторонней локализации селезёнку. При левосторонней локализации несколько расширяется нижняя часть грудной клетки. Может появиться сосудистая сеть, так называемая голова-медузы. Общие симптомы, такие как слабость, недомогание, утомляемость, уже появляются в запущенных случаях. На данном слайде представлены основные симптомы опухоли ВИМСа. В 80%, как я уже сказала, это абдоминальные массы, обнаруживаемые либо родителям, либо педиатрам. У третьих пациентов это боль в животе, гематурея, лихорадка. У четверти пациентов гипертензия, и у двух процентов это стигмы дезембриогенеза. Боль в животе, которая возникает у третьих пациентов, как правило, связана с растяжением почечной капсулы. По продолжительности боль может быть различна. По характеру различают интенсивную, тупую, ноющую, постоянную, схваткообразную, радиирующую в подреберье. Боль может быть односторонней, двусторонней, и нередко выражается плачем, вздрагиванием, криком ребёнка. При опухоли ВИМСа существует такое понятие, как мочевой синдром, и это не только нарушение мочи и спускания, но и появление каких-то изменений в моче. Это может быть протеинурия, цилиндрурия, лейкоцитурия, и макрогематурия, микрогематурия встречается также у третьих пациентов. Моча окрашивается в красноватый или коричневатый оттенок, и, как правило, макрогематурия связана либо с разрывом опухоли, либо при огромных размерах с прорастанием капсулы и лоханки. Макрогематурия может и не быть, но, возможно, появление микрогематурии как единственного синдрома проявления заболевания. Микрогематурию мы диагностируем при микроскопии осадка мочи. При этом микрогематурия может быть выраженной при появлении 50-100 эритроцитов в поле зрения, слабо выраженной – 20-50 эритроцитов в поле зрения и маловыраженной – до 20 эритроцитов в поле зрения. У четверти пациентов возникает стойкое повышение артериального давления. При этом может повышаться как систолическое, так и систолическое и диастолическое давление. И нам обязательно необходимо оценивать этот симптом и обязательно смотреть на цифры систолического, диастолического давления и высчитывать среднее давление, которое высчитывается по формуле – 1 треть систолического и диастолическое. Этиопадогенетически артериальная нефрогенная гипертензия может быть смешанной, либо носить реноваскулярный, ренопаренхематозный характер, то есть, как правило, связан с поражением как паренхемы, так и сосудов. Что же происходит? Происходит ишемия югстагломерулярного аппарата, при этом в кровь выделяется огромное количество ренина, протеолитического фермента, который связывается с ангиотензиногеном, это фермент печени, превращается в ангиотензин-2. Последний теряет две аминокислоты, превращаясь в ангиотензин-2. Именно этот фактор и является мощным вазопрессором, мощнее, чем ренин и ангиотензин. Кроме того, одно из свойств ангиотензина-2 – это стимуляция продукции альдостерона в надпочечниках, что приводит к задержке натрия в организме. Натрий накапливается в сосудистой стенке артериол и артерии, и при этом повышается их чувствительность именно квазопрессором. Противоположность ренина-ангиотензин-альдостероновой системы работает фермент, вырабатывая мозговым веществом напочечников ангиотензиназа, а также простагландиновая и каликринкениновая системы. И при опухолевых процессах в почках, при поражении мозгового слоя, как правило, эта система уже не оказывает противоположного эффекта, и на себя берет, конечно же, патогенез именно ренина-ангиотензин-альдостероновая система. Артериальная нефрогенная гипертензия может быть медленно текущей или доброкачественной, и быстро текущей или злокачественной. При доброкачественной артериальной нефрогенной гипертензии, как правило, повышается диастолическое и систолическое давление, но в большей степени это диастолическое. Дети могут пожаловаться на головные боли, на какую-то слабость. При быстро текущей форме артериальной гипертензии или злокачественной повышается диастолическое, достигая достаточно больших цифр. При этом дети, конечно же, жалуются на боли в затылках, тошноту и рвоту. Далее мне хотелось бы остановиться на генетически-фенотипических корреляциях некоторых синдромов. О молекулярно-генетических факторах будет рассказано завтра на лекции Александра Друя. Мне бы хотелось просто остановиться именно на фенотипических результатах этих мутаций. Эта таблица достаточно известна в узких кругах. Здесь представлены синдромы, которые ассоциированы с высоким, средним или низким риском развития опухоли ВИМСа. Как правило, с высоким риском развития, то есть опухоли ВИМСа развивается в более чем 20% случаев, связаны WAGA-синдром, Деннис-Драш-синдром, Перлмана, аномия-фанконе. Со средним риском связаны Фрейзера-синдром, Симпсона-Галлоби-Бемеля, Беквита-Видемана. И редко развивается опухоль ВИМСа, частота её развития составляет менее 5%. У детей с изолированной гемегипертрофией, синдромом Лиф-Роумене, Малибре и с хромосомными аберрациями. Но в клинической практике удобнее всего использовать классификацию и разделение на три группы эти синдромы. Это WT1-ассоциированные синдромы, это синдром быстрого гипертрофического соматического роста и синдромы, предрасполагающие опухоли ВИМСа. Такие синдромы, как WAGA и Денис-Драш-синдром, связаны с мутацией в гене WT1, который расположен на 11-й хромосоме. И результат этого гена отвечает за транскрипцию ПАКС-фактора, который как раз и участвует в процессе дифференцировки почечной ткани в процессе нефрогенеза. И, как правило, инактивация одной аллели этого гена приводит к развитию пороков мочеполовой системы. А инактивация оставшейся копии, то есть потеря гетерозиготности, уже приводит к развитию опухолей ВИМСа. Первый ВИТ-ассоциированный синдром – это WAGA-синдром. Он связан с мутацией в 11-й хромосоме, как я сказала, затрагивает доменцинкового пальца. ВИМСа – это акроним, состоящий из следующих синдромов. Это опухоль ВИМСа, это анеридия, это мальформация мочеполовой системы и это умственная отсталость. На слайде представлены варианты анеридии. Основного симптома этого синдрома – это отсутствие радужной оболочки. Точковые мутации нередко приводят к развитию Денниш-Драсс-синдрома. Драсс-синдрома, который ассоциирован с мальформацией мочеполовой системы, с псевдогермофродитизмом, с развитием мезангиального склероза почек. К сожалению, мезангиальный склероз почек нередко приводит к очень ранним хроническим почечным недостаточности именно уже в детском возрасте. Поддержание правильного баланса между различными сплайсинговыми транскрипционными изоформами белка WT1 является критическим моментом в нормальном развитии функционирования мочеполовой системы. При синдроме Фрейзера как раз возникает мутация в сайте сплайсинга гена WT1, и в результате образуется ненормальное соотношение изоформ WT1 специфичных РНК, что приводит к развитию данного синдрома. При этом, как правило, клинически он проявляется криптофтальмией, синдоктилеей, генитальными аномалиями, врожденными пороками развития носа, уха, гортани, расщелины губ, неба, скелетными дефектами, агенезией почек, умственной отсталостью. На снимках представлена фотография деток с этим синдромом. Основной синдром здесь криптофтальмия и скелетные аномалии. Далее идет большая группа синдромов быстрого гипертрофического соматического роста, к которым относит как раз синдром Беквитавидемана. Синдром Беквитавидемана развивается при мутации H19 в 11-й хромосоме. Нередко у этих больных встречается феномен геномного импринтинга, то есть экспрессия осуществляется с отцовской хромосомы. И основными симптомами этого синдрома являются макрогласия, это увеличенный непомещающийся язык, амфалоцели, это грыжа пупочного канатика, это неонатальная гипогликемия, проявляющаяся снижением уровня глюкозы до 28 дня жизни, характерные изменения ушей. Дети, как правило, рождаются с большой массой и ростом, у них выражена гипертрофия внутренних органов, неопущение яичек, выступает затылок, очень часто развиваются пороки сердца и других органов. Одним из типичных симптомов для них является снижение активности механизмов иммунной защиты. Это, как правило, часто болеющие дети, которые подхватывают простуду, инфекционные заболевания мгновенно. Здесь представлены фотографии этих детей. Макрогласия мы видим, мы видим крупный плод при рождении, мы видим амфалоцели, мы видим характерные изменения ушей, это желобковидные выемки на мочке и впадинки на ушном завитке. Многие синдромы, связанные с развитием опухолевемцы, к ним же относится икс-сцепленный рецессивный синдром Симпсона-Галлайби-Бехмеля. Это синдром, как правило, девочки являются бессимптомными носителями, болеют в основном мальчики, хотя при инактивации X-хромосомы и появлении там мутации, девочки тоже могут болеть этим синдромом. Как правило, этот синдром развивается при мутации GPC-3. И в основном это точковые мутации, которые представлены в 80% случаев. В 20% это могут делиться одного или нескольких экзонов. И клинически такие дети имеют непропорционально большие головы с грубым дизморфизмом, гигантизм, скелетные аномалии, врождённые дисплазии бедра, сколиоз, аномалии рёбер, изменение конечностей синдоктилии, полидоктилии, брахидоктилии, пороки сердечно-сосудистой системы. Здесь представлены фотографии детей с данным синдромом, гипертеларизм, широкая переносица, эпикант, косо расположенные глаза, низко расположенные уши. Всё это характерно для данного синдрома. Изолированная гемогибертрофия возникает также связана с мутацией в 11-й хромосоме и возникает вследствие асимметричного роста одной из половин тела. По данным ряда авторов, этот синдром возникает у 1 на 13 тысяч пациентов, хотя некоторые авторы склоняются всё-таки к цифре 1, к 86 тысячам. Синдром Перлмана тоже редкий аутосомно-рецессивный синдром, который связан с мутацией в гене ДиС-3Л2. При этом дети фенотипически очень похожи на детей с синдромом Бекфит и Ведемана. Они имеют большой вес при рождении, органы мегалию, макроцефалию, лицевые аномалии, почечные аномалии, задержка психомоторного развития. Здесь скелетные аномалии у девочек. Очень плохо видно, но это выступающий лоб, глубоко посаженные глаза, низко расположенные уши, В-образная верхняя губа. Далее идёт группа синдромов, которые сопряжены, но не обязательно с развитием с опухоли Вимса, то есть предрасполагают к развитию опухоли Вимса. К ним относят синдром мозаично-перемежающийся анеоплоидии. Этот синдром связан с мутацией в гене БАБ-1Б, расположенной в 15-м хромосоме, и отвечает, он кодирует белок методического веретена, конечной точки методического веретена. И при этом, как правило, это несовместимые пороки с жизнью. Это микроцефалия, это микрофтальмия, грубый дисморфизм лицевого скелета и множественные разнообразные пороки развития. Аномия фанкони, как правило, связана с мутацией BRC2 и кодирует белок BRC2, который как раз и поддерживает генетическую стабильность. 90% случаев аномия фанкони – это панцитопения в связи с гипоплазией костного мозга. Нередко кожа у детей гипер- или гипопигментирована коричневого цвета. Очень часто у детей низкорослые, с микроцефалией, с аномалиями скелета. Это агенезия или недоразвитие большого пальца. дисплазия лучевой кости. Это врожденные вывихи бедра. Это шейное ребро, косолапость. Неврологические расстройства косоглазия, птос, тугоухость, умственная отсталость. Могут быть поражения половых органов, крипторхизм, гипосподия, почечные аномалии в виде различных пороков и опухолей, в том числе и удвоения лоханки и мочеточников, и подковообразные почки. И врожденные пороки сердца, к которым относит метральный стеноз, дефект межжелудочковый, дефект межпредсердной перегородки. Синдром Блума связан с мутацией в гене БЛМ, расположенной на 15-й хромосоме. Как правило, эти дети имеют пре- и постнатальные задержку в росте, повышение чувствительности к ультрафиолету и характеризуются кожей гиперпигментациями. Следующий синдром – врожденный гиперпаратериоз в сочетании с опухолями челюстей, связан с мутацией в гене HA5-2. Как правило, при этом синдроме обнаруживаются аденомы и карциномы паращитовидных желез и осифицирующиеся фибромы челюстей. Нанизм Мальбрей – это тоже акроним, который включает в себя следующие симптомы. Это мышечную гипотонию, это гепатомигалию, это джей-образное турецкое седло и расширение желудочков головного мозга и желтоватые участки на глазном дне. Очень часто при этом синдроме возникает полиосальная фиброзная дисплазия, поражение перикарда. Нередко в крови отмечаются резко возрастные колебания липидов и глюкозы. В раннем возрасте это может быть тенденция к гипогликемии. А в более старшем возрасте – это уже развитие инсулиновой резистентности и появление метаболического синдрома. И наиболее грубые синдромы – это трисоми по 18-й и по 13-й хромосомия, синдром Эдвардса и синдром Патау. При синдроме Эдвардса приблизительно 90% детей имеют дополнительное материнское происхождение. В 95% случаев – это, скажем, нежильцовый вариант, то есть дети погибают внутриутробно. Это полная трисомия по 18-й хромосоме. Хотя в остальных случаях это может быть мозаичная или транслокационная трисомия 18. И при мозаичной трисомии клиническая картина зависит уже от уровня мозаичности и спектра ткани, где обнаружена дополнительная хромосома. При этом, как правило, это грубые психомоторные уродства, это психомоторное недоразвитие, это уродства, микроцефалия, микрофтальмия, микрогнотия, ретрогнотия, низкорасположенные уши, сжатый кулак. Как правило, такие дети погибают на первом году жизни. И трисомия по Тау, трисомия по 13-й хромосоме также всё-таки несовместимы с жизнью порог. При этом тяжесть зависит от местоположения дублированной хромосомы и от процента клеток, которые содержат вот эти дублированные хромосомы. Глубокая умственная отсталость, нередко заячья глоба, микрофтальмия, отсутствие глаз, короткая шея, вздёрнутый нос, неопущение яичек, пороки развития, в том числе и пороки сердца. Всё это сопровождает этот синдром. Кроме того, дети перестают набирать вес, у них имеются трудности при приёме пищи. И, как правило, они погибают именно от эпизодов спонтанного апноэ. В заключение мне бы хотелось остановиться на том, что всё-таки опухоль ВИМСа не сопровождается какой-то патагномоничной симптоматикой. Всё-таки 80% детей при опухоли ВИМСа выявляются абдоминальные массы, реже уже гематурия, макро- и микро-гематурия. И при выявлении у таких детей каких-либо пороков развития стигм дисэмбриогенеза, конечно же, необходима в этой ситуации консультация генетика для составления родословной, для генеалогического анализа, для выявления этих мутаций и для корректировки лечения, так как эти дети, как правило, у них очень серьёзные осложнения от химиотерапии. Нередко объём операции необходимо у них снизить до резекции, только потому, что высока вероятность развития хронической почечной недостаточности. Спасибо. Большое спасибо. Светлана Александровна, у кого-нибудь есть вопросы? Да, пожалуйста. Доброе утро ещё раз. Скажите, пожалуйста, может ли быть первичным признаком развития опухоли Вильмса анемия вследствие того, что происходит недостаточность синтеза эритропоэтина в почках? То есть может ли это быть каким-то первичным или прогностическим фактором в данном случае? Спасибо. Мы видим анемию при опухоли Вильмса, но это, как правило, связано именно с кровотечением, почечным кровотечением макро- и микрогематурии уже в запущенных случаях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова